Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Novalands. Мы с вами остановились на том, что открыли, собственно, производство пластика, что оказалось довольно полезной вещью, и теперь мы его пытаемся с горем пополам производить. Но есть нюанс, нам не хватает сырьевого ресурса для того, чтобы произвести этот самый пластик, к огромному сожалению, ну и в предачу нам пришлось запустить топливо в генератор, что мы сейчас, скорее всего, закроем. Вопросик этот... Да, у нас всё есть, чтобы закрыть этот вопрос. Проблема у нас в чём, в общем? А грибов здесь очень мало, даже с учётом вот этих больших грибов, которые мы прокачали. Поэтому пластика я не уверен, что мы сможем прям много производить, скажем так, даже с учётом установки второго завода. Но теперь перед нами становится дилемма. У нас сейчас есть уже три пластика и ресурсы ещё на три пластика. Раз. Имея это в виду, мы видим, что у нас здесь есть ещё один остров закрытый, который открывается за счёт пластика. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что там будут грибы. Но, честно говоря, очень бы хотелось. И тут я вспоминаю о том, что мы же вроде бы как можем высаживать эти грибы. Правда? Слав тебе, Господи! Да, мы можем высаживать даже огромные вот эти штукенцы. Сейчас я пока отменю. Сейчас попробуем. Тут, скорее всего, нам уже не обойтись без этого дела, поэтому придётся в любом случае забирать. Не обойтись в том плане, что грибов нам тупо не хватит, если мы хотим много пластика. Так, хорошо. Давайте пробовать. Сюда меняем на огромный гриб. Сюда меняем на огромный гриб. Сюда меняем на огромный гриб. От нас требуется что? Вода и говно? Ну и, в принципе, базовую мы сейчас сделаем, да? Как долго он производится? Ну, в целом, достаточно быстро. Только сколько всего производит семян спор? Одну спору за два гриба? Сейчас мы проверим, в общем, что выгоднее. Что выгоднее и по времени, и по количеству. Но мне кажется, что будет выгоднее всё-таки большие сажать. Не зря же мы их открывали, правильно? Было бы очень глупо. Так, главное, чтобы сейчас никто ничего не украл. Сейчас я на всяк пожарный повырубаю. Чтоб ребяточки не пушили. Так, мы получаем целых три споры здоровых. Сажаем их сюда. Берём водицу. Не дотянусь до третьей. Дотянусь. Есть. Так, три полили. Рост пошёл. Какахи здесь ещё есть. Сейчас глянем. То есть мы тратим два гриба. А получаем на высадке... Девять грибов. Мне эта схема нравится. Единственный нюанс в том, что я не уверен, что мы сможем это контролировать. Контролировать в том плане, что... Сейчас я быстренько всё расставлю. Сейчас проверим. Ребята сами сориентируются. Ребята сами очень хорошо ориентируются. Проблема вот в чём. Нам нужен будет тогда здесь сборщик. Сборщик, по идее. Или они сейчас соберут? Потому что, по идее, у них здесь был сбор, насколько я помню. Сажать полю... А-а-а! У них не было сбора. Вот, в чём проблемка. Но мы сейчас получим тонну грибов с этого, конечно. Но нам тогда нужно ставить сюда сборщика. Если мы ставим сборщика, то мы сюда должны будем постоянно задвигать грибы. Но мы не можем их задвигать прям совсем постоянно, иначе мы останемся без грибов и останемся только спорами. Дилемка. Дилемка, делемка, делемка. Так, ну давайте я ещё половину сюда откину. Мы, по идее, можем ещё один поставить. Но у нас не хватает временного промежутка, чтобы понять, насколько действительно это занимает время. У нас, тем более, остались два сборщика, и они оба топят за дерево, да? Смотри, дружочек, а что насчёт грибов? Как тебе такая за идея? Сейчас мы всё должны проверить, убедиться, что всё будет работать. Так, гриб вырастает. Проблема в том, что сборщики очень медленные. И он сейчас уничтожит один гриб, пока он его уничтожит, там посадят новый. Если, конечно, будет ещё его сажать, естественно. Вот, я забираю, откидываю сюда. Они сразу бегут, сажают следующий. Ну, хз, честно говоря. Честно говоря, хз. Где он делся? Так, он отнёс грибы. А, вот он пришёл. Короче, проблема их в том, что они очень медленные. Они не успеют это всё собрать. Единственное, что если я двоих переподключу... Нам сейчас древесина, в принципе, не горит. В том плане, что у нас куча угля готового есть. То есть мы запускаем сюда двоих. У нас есть ещё три семки. Короче, я тогда буду управлять только количеством семян, которые мы производим. И если мы увидим, что у нас не хватает грибов, тогда мы запустим новые. Так, хорошо, пока это оставляем так. Что у нас здесь? У нас здесь внезапно дохерелён стекла, но это и хорошо. Мы будем ещё баллоны с кислородом делать. Так что это пока пригодится. Что нам там надо было? Шесть стали, четыре строймата. И на панели 12 меди, 12 строймата, 12 стекла. Так, давай сюда. Давай сюда. Грибочки пока сюда. Это сюда. Это сейчас мы умножим. Можно? Склад, спасибо. Так, берём отсюда половину. И стройматы у нас готовые лежат. Иди сюда. Так, сейчас мы умножим тогда производство по пластику. Потому что он, собака, очень долго производится. Но вот прям до тошноты долго. Давайте, ставьте сюда. Энергии, понимаю, не хватает. Сейчас мы здесь почистим. У нас здесь своя полянка. Вон, пацаны там пытаются найти грибы, но не хватает. И я их понимаю. Так, запитали. И теперь мы всё равно остаёмся на топливе. Но при этом у нас 9 единиц энергии загашено. Мне ещё интересно эти машины и масла нам взять. Было бы неплохо, наверное. Так, тут всё оставляем. Там всё оставляем. Сколько у нас? 28 грибов пока есть. Там ещё проблема в чём, что те семена, которые валяются на земле, они их, по-моему, не используют. Или используют? Сейчас глянем. Сейчас я отойду, чтобы не засосать их случайно. Я не видел. Походу, не используют. Ну, сейчас глянем. А, не, используют, всё. То есть даже если они на полу валяются, им, в принципе, норм. Я просто не хочу отдельный склад делать. Я не хочу, я уже задолбаюсь этими отдельными складами. Так, то есть процесс идёт. Хорошо. Пока особо... Я не уверен, что нам нужно прям три посадки грибов. Ну ладно. Так, хорошо. Пластик нам открывает, собственно, до разведку. О, кстати, давайте вот это-то закроем. Мы теперь будем ловить всю шесть. Но, опять же, я думаю, что это ради говна больше. Надо? Ну ладно. Так, здесь у нас открывается новый ресурс, и я не угадал. Это не рубин, это пласталь. Пласталь, значит, мы пластик будем совмещать с сталью. Было бы максимально логично. Меня интересует вот эта часть. Модули скорости бота и модули лечения бота. Лечение, может, не столь важно. Но поднятие скорости... Сколько у нас там вообще пластиков? О май гад, ещё один уровень. Супер. Пластика уже пять. Давайте кутить вовсю, как говорится. Так, это пока сюда. Это они сами переместят. Это переместят. Это не дотяг... Дотягиваюсь. Тебя оставляем. Стекло сюда. У нас песок закончился, кстати. Добрый вечер. Нам же ещё линию по песку надо выстроить, если что. Так, на чём мы здесь встали? Мы гуляем вовсю. Соответственно, мы открываем остров. Мазафака. Так, хорошо. Очень странно острова распределены. Ну ладно. А ну-ка подойдите. Я ещё раз гляну. Ясно. Так, открытие островов мы открыли. Что у нас здесь? Там какая-то гадость и какое-то то ли здание, то ли корабль. И деревья, кстати, есть. Что интересненько. Так, хорошо. Это оставляем и запускаем сюда. Апгрейды. Мне интересно, во-первых, с чего они крактятся. Во-вторых, они в каждого бота отдельно, либо в станцию боту можно вставить. Так, скоро пластик требуют, естественно. Естественно, как я это не предвидел. О, господи. Короче, пластик пока продолжаем собирать. 37 грибов есть. Семена там ещё вроде валяются. Значит, малыш не будет чем заниматься. Всё, хорошо. Кабан нам помогает дерево собирать. Моё уважение. Медя они отсюда так и не перенесли почему-то. Ленивые жопы, заберите медь. У них другие приоритеты, я понял. А, всё, взялся. Один кусочек всё-таки перенёс. Окей, наша задача тогда перетащить сюда ещё песок, раз он у нас уже заканчивается. Но здесь мы всё равно пока поменяем на сталь. На, твою мать, ладно, соберу. Так, давай сюда. Две эти бандуры у нас работают. Опять же, они очень долго производят. Но мы их и не будем отвлекать. Так, гоните мне, что там надо было. Сталь. Сталь и струйматы. Давай сюда. Хотя бы половинку. Так, и ты, дружочек, тоже делись. Спасибо за дерево. Я пацанам скину. Пацаны удобряют. Так, перенос. Нам нужно стыбзить песок. Давай оттуда сюда. Это чисто на будущее. Не больше, не меньше. Я сейчас, правда, ребят расстрою, конечно, скорее всего. Ладно. Мы им потом сможем же вроде бы два места сбыта программировать, да? Это было бы очень даже неплохо. Пока всё скидывайте сюда, этот песок я заберу. Дай сюда, майор. Всё, до свидания. Вы свободны. А вояка где, кстати? Вояка ещё жив. То есть он где-то швендит. Вон он. У него ещё щит отображается. Защищает, понимаешь? Я ещё сегодня увидел страшную вещь. Оказывается, крабы жрут камень. Это вообще ужас. Страх и ужас. Так, давай сюда, 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 сюда. Тебя покажу, сюда. Так, стройматы ещё оставляем. Нам сейчас ещё придётся подстроить чуть-чуть. Давайте сбегаем глянем, что на острове всё-таки творится. Я пока вижу там высокую какую-то траву стрёмную. Какой-то слишком приближенный вид. Так, я могу выкорчевывать здесь деревья. Это что? Ооо! Это же те же мрази, по-моему, что были с этим. Так, это у нас что? С таким количеством кустов тут ничего не разглядеть. Постройка сканера биомов. Здесь может помочь очистить территорию. Ага. Ага, ага. Я вас понял. Он похож на моба, который охранял эту огромную летучую пчелиную мразь. Так, цветочек это что? Корнилия. Так, ты что? Я боюсь, что я что-то разрушу, и меня опять что-то съест. Отошел от меня. Так, это свиткейн. Что бы это ни было. Так, давайте я еще одно дерево срублю. Я хер знает, какой с него смысл нам. А, это ягодное дерево. Ага. Ага. Хорошечно. Так, сверху что-то есть. Сверху еще этот свиткейн. И там еще один. Пока не знаю, где они нам пригодятся, но пусть будут. Пусть будут ягодные деревья, мы что-то придумаем. Короче, нам теперь нужно вернуться в исследование. И там у нас было как раз исследование, связанное с этой системой. Да. Сканер биома. Очищает дикие астралии, дает возможность строить на них. Я пока не вижу смысла, чтобы нам там прям надо было строить. Но там мы, по идее, разроем загадочку. Поэтому было бы неплохо, на самом деле. Было бы очень даже неплохо. Так, давайте я пока это спрячу сюда, сюда, сюда. Потом мы с этим разберемся. Так, у вас процесс идет. Грибов 70. Закончились там семки уже или нет? Семки закончились. Давайте мы им вернем чуть-чуть. Я понимаю, что это довольно дебильно выглядит, но... Пока я не придумал, как это сделать иначе. К сожалению. Так, запускайте. Все, крафт пойдет, вы не переживайте. Что у нас с углем? Угля все еще дофига. Можем не переживать. У нас, по идее, три пластика есть. Мы можем... Ну, давайте сразу сделаем, ладно. Потому что я потом откладываю на потом. Закончится это все тем, что я это никогда не изучу. Пока нас не прижмут, во всяком случае. Так, исследуем. Шканер биома. Я так понимаю, что его нужно в определенном биоме как раз ставить, да? Можно построить только на диких островах. А, это что, по-твоему? Это шутка какая-то для тебя или что? Хорошо, сейчас подойдем к той постройке. Может, там есть вопросики. Или мне надо находиться в этот момент? Да, мне надо находиться на острове. Понял. Ну, давайте в самый центр лупанем. Что? Да я ж только их отнес, капнутый собачий. Четыре и десять. Понял. Сейчас соберем. Я, правда, не уверен, что у меня там четыре есть тех цветка. Ну, да ладно. Так, надо отключить. А, ладно. Вот сейчас отключить. Меня еще и приближает так отвратительно, чтобы я вообще нихера не видел. Ну, это просто грусть. Так, иди сюда. Так, девять этих. Этих у меня только один. К сожалению. Сейчас этих десяток закроем. Все нормально. Я передвигаюсь медленно. У меня камера приблизена настолько, что я нихера вокруг не вижу. И меня при этом вынуждают искать цветы. Ну, да-да-да. Кто ж так делает, господи? Так, еще этот мне не нужен. Вот здесь может что-то. Ничего. Так, держи пока этих ребят. Отлично. Я, кстати, их не лутал. А, их нельзя лутать. На всяком случае пока трава есть. Окей. Я сейчас буду собирать все растения, чтобы оно быстрее начало генерировать новые. Не знаю, сработает ли это тактика вообще или нет. Так, еще один дикий шмель. Он на меня агрессивничал? Или мне показалось? Так, тампы. Оп, есть. Иди в кармашек. Ну, сколько два не хватало, да? Вообще идеально. Техника со срубованием всего и вся сруба. Ой-ой-ой, подышать надо подышать, подышать, подышать. Ребятки, сорян, скоро буду. Ху. Быстро. Отлично. Я забыл, что у меня, кстати, пердез же ускорился. Завершено. Что, теперь? Бадабум-тагадыц. Нихера себе. А это красиво. Я, правда, не знаю, как это херня срабут. Там инопланетяшка. Там, походу, инопланетяшка. Ты кто такой, покемон? Ковырак-вак-вак-вак-вак-вак-вак-вак. Включает автоматический переводчик. Ой, раз-раз, тест. Прошу извинения, меня зовут Крувак. Мой корабль начал барахлить и ближе к планете для посадки, которую я смог найти. Оказалось, это корабль сильно пострадал. Поможешь мне починить его. Если я буду работать один, на починку уйдет несколько дней. Я поправлю то, что уцелело, но остальные детали придется заменить. Поможешь мне с новыми деталями. Ты можешь увидеть, что мне потребуется на космическом корабле. Поскольку мой народ всегда дарит подарки, при первой встрече прошу проявить это. Я полагаю, вам нужен способ продавать лишние ресурсы, лежащие у вас на базе, верно? Дистанционный каталог магазина. О боже, здесь есть барыжничество. Совершайте покупки напрямую из межпланетного магазина. Ё-парасы ты. Ну ты меня порадовал покемон, конечно. Как тут у тебя Курва-Куржо? Как будет, так будет. Так, стали и пластали он требует на ремонт. Сорян. Пока я тебе ничем помочь не могу. Пока я не совсем понимаю, что мы с этого острова можем достать. Помимо того, что эти ягоды... Что это такое? Это что, это белочка? Ты белочка или ты собачка? Что ты такое? Остановить и удерживать питомец. Удерживает. Он просто довольный. И он со мной бегать не хочет. Хочет? Ох, ты же замечательный. Хера себе, он хвостом себя как вертолет запустил к нам. Красиво. Так, хорошо, это оставляем. Что там от нас требует? Магазин. Так, он, кстати, ни хера почти не требует. Это меня радует, это меня радует. Так, железо... Точнее, медь. Стройматы и стекло. Стекло у меня есть. Сейчас все заберем. Стройматы и медь. Медь? Медь. Так, давайте пока его поставим куда-то сюда. Хотя нет, не надо его сюда. Тут у нас будет продолжаться энергия, поэтому мы тебя куда-то вот сюда запрячем. Рассказывай, чем полезен. Ой, боже, сколько всего. Так, ракета-экспортер бесплатная. Что за валюта? Кей. Так, ракета-экспортер заставляет продукцию и продает ее за кредиты. Кей. Понятно. Так, ноль из нуля. Седло для анторка. Используется для езды на анторках. То есть мы на кабане можем гонять, вы серьезно? И вы молчали? Охерет. Так, торговец-один, торговец-два, торговец-три. То есть мы еще и репу на торговцах можем набивать. Теперь у меня вопрос, как загрузить ресурсы и как их отправить. Ну давайте купить, она же бесплатная. Так, мы купили ракету-экспортер. Мы ее должны будем установить или как? Или нет, или да? Или нет, или да? Или нет, или да? Продвинутые фермы какие-то. Так, хорошо, ракета-экспортер. Достигли 15 уровня, кстати, да, была пора потратить. Новая постройка имеется. Ракета-экспортер. Доставляй продукцию, продает за кредиты. Ничего от меня не требует. Супер. А что я с ним делаю? А, я его забираю, точно. Я же забыл, что я их забираю. Ты погоди, я сейчас с седло намучу и на тебя кататься буду. Что, думал самый умный? Так, белка-собака, подожди. Белка-собака, погоди, 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 погоди. Надо отстроить, а потом мы с тобой будем обшаться. Ну, отойдите отсюда. А, я не могу здесь построить. Не могу. А что... Блях, здесь камень умудрился уже появиться. Ну, ёпереди ты. Белка, отойди. Так, замечательно. И что у нас здесь? Контракты есть. Хоули-щер. Причем контракты со стали начинаются. Не кисло живете, знаете. Х10. То есть мы можем отправить 50 стали и получить за это... Да-да-да-херили он просто кредитовый, серьезно? Допустим, принять контракт. Так, груз 5, топливо. Вот в чем нюанс. Будто ли с биотопливом, больше ничего нет. То есть пока мы до биотоплива не дойдем, мы не сможем продавать. Грустно, пышально. Поэтому быстренько двигаемся в сторону биотоплива. Так, биотопливо у нас вот здесь. Биотопливный генератор. Соответственно, три пластика нам нужно вкинуть в разгон. Разгончик драгоценности. Использую драгоценные камни для разгона производства на всех остров... Рубиновая лихорадка увеличивает скорость производства на 10%. Сафировая скорость увеличивает скорость производства на 20%. Ну, сафиры я еще не видел, кстати. Буду честен. Ну, мы сейчас опять весь пластик профунька. Так, заберите вот это, пожалуйста, в местах, которые надо. Я надеюсь, вы справитесь. Так, открываем вот эту хрень. Потому что без нее мы все равно не откроем. Так, еще раз, это точно биотопливное? Стоп, а где само биотопливо? Вот где оно. Погодите, тогда... Тогда нам, наверное, лучше открыть... Кислородную линию. Позволяет получать кислород из... Находясь на другом... О! О! Это вообще блеск! Это вообще блеск! Я, правда, не знаю, у нас работает на пещеру, когда мы будем босса вылить или нет. Было бы слишком, наверное, хорошо, чтобы быть правдой, да? Но в любом случае, давайте, нам надо сначала добраться до этого. Так, сколько надо? Три пластика, три стекла. Это у нас есть. Производится, кстати, в заводе биотопливо. Интересно, из чего, кстати. Будет очень смешно, если из костей. Будет просто ор. Стоп, еще раз, сколько там надо было? Так, тебя пока сюда. Держите дерево. Три-три. Понял. Понял, принял. Ну, у нас сейчас будет готово. Пластик у нас на под... А, уже есть. Господи. Я не успеваю даже лицом пощелкать. Не одобряю. Я хочу щелкать лицом. Дайте мне такую возможность. Так, грибы там все еще выращиваются. Где у нас, где у нас, где у нас? Держи. Тут и машинное масло ускоряет производство промышленных зданий. Стеклянный бутыль. И в придачу топлива. Супер. Давай все в кармашек. Отлично. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Так, сейчас одного из вас мы отменим. Ах, твою мать, он использует эти всратые. Ну почему? Ну, затем. Ай, боже. А сколько нам надо было биотоплива на одну отправку? Биотоплива 4 штуки. Ну, это жопа. Это прям жопа. Туда либо направить ботов на сбор вот этой свинкл-винкл-пинкл. Не помню, как она называется. Либо нужно будет выращивать. Но, кстати, выращивать мы можем на этом острове, по идее, смело. Стоп, там выросли плоды. Подождите, подождите, подождите. Что ты такое? А, это ягоды обычные наши, лол. Ну, бляха. Это, кстати, интересная затея. Я не знаю, насколько они будут... Можно ли их вообще посадить на ферме, и насколько они быстро будут расти. Это, на самом деле, важный вопросик. Но мы сейчас можем себе на пару лет вперед насобирать ягод. Чем бы нет, правда ведь? Ну, слушайте, самих растений здесь достаточно много. Можно попробовать сюда заправить пацанов на сбор. Так, ну, теперь самое важное. Сами стеклянные бутылки что-то требуют? Одно стекло. Логично. Но это приводит нас к чему? Надо будет сейчас перестроить тогда все вот эти производства, удвоить их в два раза, поставить их в шесть. Если мы их ставим в шесть, то надо будет еще три поставить в солнечный генератор. Поэтому мы что? Мы с них и начнем. Все правильно. Мы с них и начнем. Так, давайте ягоды куда-то спрятать. Бляха, у нас там весь склад уже забит ягодами. Хрен с ним. Пусть грибы множат. Так, что у нас еще на панели надо? Четыре меди строим, а ты... Давай сюда. Не туда, вот сюда. Медь отдавайте всем мне. А то вы ее сейчас всю в сталь спустите. Оно мне надо. Так, сразу же добавляем энергию. Сюда, но правда собака уже не влезет. Ладно. Так, придется отсюда кустик убрать. Давай тебя еще уберем. Кустик. Пора уходить. Спасибо. И тебя тоже заберем. Так, двоечка. Троечка. Все запитано. Соответственно, должно быть 12 энергии. Ну, я, в принципе, как и рассчитывал. То есть здесь где-то 16 энергии должно быть. Это дохера. Так, теперь этих ребят, если мы разберем, что у нас там выходит по стоимости. А, они даже не требуют сталь. Вообще супер. Вообще супер-дупер. Так, это тогда нахер, это нахер. Разбираем. Понимаю, понимаю. Много высыпается, но ничего страшного. Это все во благо. Это все ради будущего. Так, ставим их обратно. Как бы это дебильно не выглядело. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще на один не хватило, да? Что не хватило? Железо. Ребяточки, гоните железо. Это все ради будущего. Так, ставим. 16-го. Боже, уже 3 очка протратить. Сейчас я выставлю рецепты. Пока 2 стабильно запускаем на сталь. Без них вообще дела не будет. Здесь запускаем пока стекло. Мы же стекло отправили, да? У нас же теперь есть сбор прямой по стеклу. Или я ошибаюсь? Есть, есть, есть. Все, супер. Стекольчик мы направляем. И сюда начинаем уже крафтить бутылки. И для них нужен склад. Соответственно, давайте вот тебя пока сюда. Тебя пока сюда же. Тебя... Я просто на землю положил. Это несерьезно. Да, это была плохая идея. А, он не влазит, потому что слот должен остаться один хотя бы под стекло. Так, пока сюда. Хорошо. Сюда назначаем бутылки, чтобы они их просто выгружали. И пока ставим по одной бутылочке. А, я все стекло забрал. Прошу прощения. Сейчас, по энергии мы вопрос закрыли. Поэтому закрыли. Все, можем оставлять стекло. Держите, работайте. Сталь я... А, сталь, что туда не влезла? Добрый день. Не понял. Так, тебя сюда забиваем до конца. Тебя можем пока сюда. Сталь. Во. Это же твое родное место. Че ты бухтишь? Да блях, я хотел забрать лишний ресурс. Держите железку назад. Сорян, что стырил у вас. Так вышло. Я не хотел. Так, уголь начинает у нас по чуть-чуть тратиться. Но пока не критично совершенно. Так, бутылки начинаем крафтить. И это приведет нас... Еще раз. Мы можем сразу накрафтить машинное масло. Чтобы ускорить как раз производство этого самого биотоплива и пластика. Но правда он там не сильно ускоряет. Ну ладно, хрен с ним. Так, давайте тогда пацанов направим еще сюда. Вообще то, что здесь растут ягоды... Тут бы было бы неплохо как раз высадить... Сделать точнее скотоводческую ферму. Но это уже потом. Так, давайте я им помогу чуть-чуть с деревом. А то у нас там отдыхают в производство. У нас, кстати, там был буст на деревья нормальные. Чтоб больше веток было. Но мы же его заигнорили. У нас пока большой нужды нет. Но это пока. А, зачем я собрал? Не-не-не, пацаны, это все ваше. Все ваше. Вот здесь лежит. Забирать я не хочу. Так, хорошо. Движемся тогда к установке там добычи этих всех растений. Что нам для этого надо? Нам нужно будет два моста, кстати. Если мы хотим сюда централизированно передавать это все. А нужно ли нам централизированно передавать? Давайте подумаем. У нас, если сейчас добавится сюда еще производство... На что это повлияет? В принципе, ни на что. Тогда да. Тогда да. Добычу переносим. И нам этого должно будет хватить. Так. Столбик требует железа. Ты требуешь сталь. Причем нам нужно будет два. А столбика хватит одного плюс три бота. Если я не ошибаюсь. Давай сюда чекрышку. А лучше четыре бота, слушайте. Лучше, наверное, даже четыре бота. Там агрессивных нет же? А нет, там летучие мрази есть. Погодите. Хотя нам все равно хватит. Четыре бота обычных и... И, 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 и. Так, пока сюда. И один боевой тогда нужен. К сожалению, один боевой все равно нужен будет. Ребяточки, гоните сталь. Она мне все равно в большом количестве нужна будет. Так, это перекладете. Забирайте, забирайте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, воинственного пацана тоже давайте. Но он мне никуда не влияет. Давайте я сразу поставлю башню. А потом уже вместе с мостами донесу тогда все остальное. Брык. Так, хлопцы, смотрите, какая история. Значит, остановитесь вот сюда. Мордахином. И запихивайтесь вот сюда. Пока функции вам не выдаю. Сейчас все будет. Ждите. Сейчас приедут вам и функции, и дисфункции. Так, давайте вот этого товарища. Шигерат. Так, отлично. И что нам не хватало для пересылочек? Все есть, да? Все супер. Ставим, значит, две такие финтифлюи. А, бляха, там склады мешают, да? Ядарен батон, ну ладно. Вот сюда тогда влепим. И хрен бы с ним. Я к вам. Так, смотрите, какая история. Двое из вас собирают, значит, вот это чудо. Относите на верхнюю антенну. Собираешь это же чудо, относишь на верхнюю передачку. Ты собираешь вот это чудо, переносишь на нижнюю. И ты собираешь вот это же и туда же. Замечательно. Готовы? И держите боевого пацана. Понял. Держите боевого пацана, который вас еще и защитит. Так, все, передачки пошли. То есть, в целом, мы уже можем выставлять здесь, например, производство машинного масла. Чтобы ускорить первое... Я не знаю, насколько он ускорится, кстати. Выбираем машинное масло. Это все пока оставляем. Грибы высыпались, понимаем. Понимаю, я бы тоже высыпался. Так, у нас уже три бутылки есть. Что не может не радовать. Так, пацаны побегут. Да. Только сейчас отсюда пока надо убрать. Так, еще принесли. Первое машинное масло пошло. Это все пока оставляем. Держите, держите. Пока выглядит немножко как грязь. Но ничего страшного. Так, уголек все еще уходит по чуть-чуть. Кабан нас не сильно спонсирует этим деревяшками. Ну, короче, фишка в чем заключается. Мы делаем машинное масло, запихиваем его сюда же и запускаем производство уже топлива. И тогда все, по идее, пойдет так, как должно идти. Сейчас я отсюда еще заберу сюда. Тут уже 19 есть. Они хоть и очень медленные, но они работящие все-таки. Они все-таки собирают. Так, и что там было с кристаллами? Я забыл, подождите, подождите. Экстрактор, это понятно. Сейчас, 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 где оно? Ювелирити. Где оно? Где оно, где оно, где оно? А, шо, где? Вот. А, я его же не развил, да. Точно. Короче, его нужно будет открыть, и мы, скорее всего, здесь еще ускорим производство, что нам, в принципе, будет на пользу. И я это одобряю. Если шо, одобряю. Сколько у нас? Вот четыре есть. Пока не трогаем, сейчас глянем, что у них здесь. Ну, они прямо просятся, чтобы я им сюда за этих кабанов заселил, серьезно. Тут столько ягод, кабаны тут с ума сходить будут. Ну, и, соответственно, сраться до бесконечности. Пока что так. Вот, чтобы у меня добытчики были такие же быстрые, как доставщики. Ну, серьезно. Это же была бы вообще другая игра. Так, у нас грибы опять закончатся. Давайте последний раз я им накрафчу грибы. 50 отдадим. Там будет резерв бешеный. Им явно надолго хватит. Так, берем сюда. Тут один остался. Добавляем. Так, оно все будет выпадать. Давайте одного вернем в позицию древесную. Где у нас вот это, по-моему, нет? По-моему, да. Все, беги. В принципе, я думаю, что это все отработает. Так, первый есть. Где он делся? Он лежит здесь. Мы его запихиваем сюда. Ускорение произвел X3. Та ну не. Та ладно, реально, походу, X3. А чешуеть. Но это не цель. Надо сразу себе определить, что это не является нашей первой целью, чтобы мы супер ускорили производство. Хотя, бляха, оно впечатляет, конечно. Так, пока отменим. Вот это я заберу. Чтоб он второй не запустил крафт сразу. Мне еще интересно, он работает в процессе или нет? Если в процессе, то это вообще крутяк, конечно. Да, он останавливает. О, боже, это будет вообще грязь тогда. Так, здесь меняем теперь на топливо. Соответственно, этот цветок не нужен более. Так, бутылочек у меня нет, сорян. А второй ускоритель я смело закидываю сюда. Сейчас у нас еще и пластик накрафтится с бешеной скоростью. Так, здесь возвращаем. Так, нашли цветочки. Нашли цветочки, отнесли цветочки. Там еще сверху поставка грибов прибыла. Ну, короче, я думаю, что мы уже в следующем эпизоде отправим первые товары. Мне кажется, это большой-большой успех. Пока что, ребятки, я сделаю с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok